Здравствуйте! Купил недавно печатную версию книги философа Дмитрия Голковского «Бесконечный тупик». Открываю и наталкиваюсь на интересный фрагмент. Вот послушайте, невероятно злободневно. «Набоков назвал Николая Первого равнодушным распутным царем, невеждой негодяем, что царствование целиком не стоило и страницы пушкинских стихов», — пишет Голковский. «Сравнение странное, может быть, раскрывающее тайную мечту русских писателей. Сам Пушкин нелепо задумал соперничать с Николаем, который, как государственный деятель, был его умнее на три порядка. Пушкин во главе государства и двух суток бы не продержался, сунул бы свою любопытную голову куда ни следует, и ему бы ее второстепенным рычагом государственного механизма отдавило», — написал Борисом Годуновым, произведение крупное. «Но быть Борисом Годуновым легче ли? Воля и ум, но направлены не в себя, не в воплощение в слове, а вовне, в действие. И плата уже не успех или успех, а жизнь или смерть. Николай Первый, если не гениальный, то талантливейший государственный деятель, всю жизнь, день и ночь работавший на благо страны и ничего не упускавший. И Пушкина не упустивший, сделавший все, что можно было. Вернул из ссылки, простил связь с декабристами, дал надежный социальный статус. Ни один из русских писателей не был потом так близок к верховной власти. Огромная денежная помощь, стремление предотвратить дуэль. Что еще требовать от главы государства? Сделать Пушкина владыкою морским и быть у него на посылках? Читая же дневники Николая Первого, это сверхчеловек. Каждый день с утра до ночи работа, работа, работа. Вот так пишет Голковский. По-моему, очень близко к сегодняшнему дню. Только нынче все больше не мечтательные писатели Набокова, уж тем более не Пушкина, а разнообразные блогеры претендуют на трон владычества морской. Так, к сожалению, обмельчал наш мир. Ох, чего только не пишут на просторах интернета разнообразные мудрилы. Даже какой-нибудь провинциальный третисортный историк или неудачливый рекламный агент с утра пораньше, не почистив зубы, спешит высказать свое отношение к людям дела. Ничего в жизни не создав, не имея за души даже часа серьезного делового и производственного опыта, он имеет мнение. И распространяет на страницах своего бложика критику чужой работы, чужого дела, не очень переживая по поводу своей пустой биографии. Это очень, надо сказать, распространенный тип нынешнего интернет-писателя. Ворчливый, бесплодный, пустой, как барабан, критик. Помните, недавно приезжал президент? Большая долгая встреча, огромные результаты общей работы главы государства, региональной власти, лидеров бизнеса. Благодаря этим результатам, как отметил губернатор в Самарской области, заложен потенциал развития на годы и годы вперед. А интернет-критик, третисортный историк или неудачливый рекламный агент кривит губу, ему не важно, что он пишет о людях, на общение с которыми посчитал важным потратить свое бесценное время президент России. Ему, ясное дело, важен собственный пупок и его роль в истории страны и области, которая, если ему самому быть честным с собой, сведена к нулю. Конечно, эти доморощенные критики во всем разбираются глубже и лучше президента. Самые безумные из них настолько лишены вкуса и совести, что даже претендуют на пост руководителя региона, равного по величине потенциалу европейской держави. Они заявляются оппонентами государственному деятелю, у которого за плечами десятилетия работы, работы, работы с утра до ночи. Все-таки иногда кажется, что борьба с безграмотностью была самой большой диверсией в истории человечества. Она научила всех, кого стоило и кого не стоило учить, читать и писать. Следующей по опасности диверсии стал интернет. Дилетанты, бездельники и пустые люди получили трибуну. Поэтому, когда в следующий раз вы наткнетесь на комментарии в интернете, вспомните про Николая Первого, про которого даже великий писатель Набоков не понимал ну совсем ничего. И обратите внимание на то, что все нынешние интернет-писатели понимают о политике и государственной деятельности еще меньше. Потому что они сами меньше, чем ничего. Спасибо за внимание и удачи.